призывай призывай словами и делами баракала уфикум если братья не можешь о чем-то говорить всем выбери того до кого ты можешь донести знания в наше время у меня обращение к тем братьям требующим знания который из каких-то республик и оправдывает себя то что и при том что у них есть знание не призывает сивущим лак положен брат если начну призывать меня посадит меня убьют меня то этот идет аллаху акбар ты думаешь это тебя оправдает перед господом субханалатали разве салифов не были те кто писал труды и запрещал своей семье распространять ее труды пока я не умру боясь фитнеса себя фит на чего показухи а чем фит на показухи отличается от твоей фитнес страх за себя сядь сегодняшнего дня сегодняшнего дня у требующий знаний и тот то есть тех республик где тебе есть угроза открой книги по единобожие посадить свою жену и начни записывать урок открой бухарь и муслим начни рассказывать сунну пророк стал сам записывай 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 пусть вашей стране тебе год два десять двадцать сто лет не дают преподавать когда ты умрешь скажи сыновьям вот тут вот за хардиск закопан когда если будете умирать скажите своему казаком тебя и потом аллах спантали приведет как времена махмада 3 халифы мучили ахмада 4 пришел и поддержку дал махмаду вот так же придет президент и в твоей стране и когда придет президент советской стране которая поддержит али сунна придет твой про правну с твоим хардиском вот тут вот весь тофсир курана весь шарф на бухарь весь шарф на муслима шарф на все книги мухаммад ибн адуль-габа нате возьмите распространяйте а так ты как оправдаешься перед сивущим аллах спонаталь в аллахе одно оправдание если тебя привязали приковали рот те скотчем закрыли и даже тебе ничего не да и вот так ты всю жизнь свою правил до или на ману криво кальбом а так какое вам оправдание у братья кто учился медине в мекке в другие странах и не призвать по зонкам я боюсь боишься так сделай дома запиши переведи накопи поэтому если не можешь говорить выбери того до кого можно нести знание или же запиши там дома один женой с детьми баракала уфик вала и братья в уроке с детьми это самый баракат на уроке потому что брат когда ты доносишь знания до детей в тебе нету столько искренности сколько это в донесении других нету столько желания добра тому кого ты преподаешь баракала уфиком сколько то что только это ты делаешь до детей брат ты когда в самолете и например скажем упали маски рядом с тобой ребенок твой сидит его тут чужой ребенок правильно у нас по правилам самолета одень маску на себя потом на ребенка ты какого ребенку начнешь одевать своему ли чужому в аллах своему начнешь одевать правильно есть пятеро детей из них двое твои трое не твоих и они подвергнут какую-то опасность и чьи детей первых начнешь упали тонуть начали ты чьи детей первых начнешь вытаскивать в аллахи свои и почему мы суп она тонет ребенок достаем что задохнется достаем свои детей а когда у нас баракала уфик многие братья забывают о своих семьях освоившенных так далее что есть угроза что они в огонь попадут и о них забывает также братья не бойся потерять авторитет донося куран и сунна и не бойся лишиться чего-то мирского потому что эти люди есть братья про салсом рассказала все еще как раз вам у нафика в аму нафиках во времена пророка саллаху алейхи и салям салли рача на или мадина тилл аюхриджанна лазумин аллахаль лятун фиквали маным до расуле ля хатайан фадду аллах сказал не расходьте на того кто послан калахан чтобы они разошлись не расходуйте на это вот студента чтобы ему не было на чушь жить чтобы он не преподавал не расходуйте на этих студентов которые рядом с этим шейхом чтобы они разошлись есть же такая вещь есть братья не бойся всего этого есть люди приходят особенно этого арабские странах часто об этом ученые нам рассказывали, всякие так называемые благотворительные фонды приходят, шейху помогают, студенту помогают, а потом начинают навязать. Брат, можно ты вот про это не будешь говорить? Брат, можно ты вот это будешь говорить? А если нет, то мы тебя решим поддержки и так далее. Если боишься, что будут обязывать Аллаха, субхан, обзывать тебя, поэтому не призываешь. Да ну, вот этого Рината кем только не называют, он им это зачем нужно? Какими только гадостями его не поливают, или Абу Яхью и так далее. Зачем мне это нужно? Субханаллах, Аллах, субханаллах, обзывали. Сегодня мы видели, Аллах назвали чем? Скупым. Пророка, салаллаху, али салим колдуном ненормальным, боишься, что тебя лишат денег? Аллах напоминает тебе о том, что подобное делали ему нафиге. Сказали ля тунфику аля манаинда, расуле ля хаттайян фадду, не расходуйте на тех, кто посланник Аллаха, чтобы они разошлись. И подобное ты можешь встретить сегодня, но Аллах тебе также напоминает в эти же аяты, говорит «Валилляхи хазайну самовати валярд». Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли. «Валякин наль мунафику наль аев кагут». Однако мунафики этого не понимают. То есть тот, кто лишает требующего знания, поддержки, чтобы он перестал распространять Куран и Судна, это человек мунафик. Боишься, что убьют? Боишься, да, что убьют? Так спал, это же есть шагады, эфисабелля. Что может быть, барак луфикум, больше, чем шагада за то, что ты призываешь людей к Всевышнему Аллаху. Пророков же убили за то, что они призывали. Наши пробки Мухаммаду саламу же пытались убить, травили же. За что? За то, что он призывал к таухиду и сунне пророка салаллаху алисаляму. Также в этом аяте о проведении рафидитам, которые говорят, что Мухаммад салаллаху алисалям скрыл треть Курана. Говорят, что треть Курана скрыта. Алия, язубиллах. Ниа Аллах сказал, «Валям, тапфаль, фама балагта рисалет». «Я Айюха, الرасулу, бэллиг ма анзил илайка мин Раббика ва ин лам тапфаль фама балагта рисалетах ва Аллаху я асимука минаннас инн Аллаха ла ядил кавмал кафирин». Продолжение следует...